Ну, во дворе в багажник усунули, и приезли за город, и убили так. На лице у Насти синяки и ссадины, следы от побоев. Говорит, похититель еще насильно поил ее спиртным и сам нюхал какой-то порошок. Во вторник, в три часа дня, когда Настя возвращалась с прогулки, ее схватил неизвестный и закинул в багажник машины. 12-летняя девочка, насколько это было возможно, не растерялась, и отправила оттуда, из багажника, маме СМС. Расскажи, что написала маме? Что меня увозят, чтобы она помогла мне. Они никакого выкупа? Вот говорят, уже слухи, мол, ползут. У меня ничего нет, не было, нет. Я бы никакого, да? Ничего. Телефон потом он у них вот собрал, и не могли выйти на свет с ней. Мама Елены давать интервью не в состоянии. Она, кажется, до сих пор не верит, что все закончилось. После той СМС дочери Елена позвонила в полицию, там обещали помочь. И разослали ориентировки волонтерским организациям по поиску пропавших. Те распространили информацию в соцсетях. В итоге волонтеры машину с Настей и нашли. Через 6 часов после похищения. Говорят, автомобиль был припаркован на пустыре у городской свалки. По всему городу разбрались, по всем дачам. В радиусе я не знаю даже сколько километров, но это было все очень круто, на самом деле, как сработали все люди. Мы общались со всеми, с кем могли, и на победе говорили, что вообще таких пробок даже на 9 мая не было, как было вчера. За такую успешную поисковую операцию полицейские рассыпаются в благодарности их волонтерам и обещают им награды и грамоты. Все движения волонтерские прибыли сюда, как по команде, по единой команде. Откликнулись с полным сочувствием. Люди приезжали и приходили даже без машин. Садились в чужие автомобили, выезжали по тем адресам, по тем номерам, где необходимо было отрабатывать, проводить отработку по розыску данной девушки. Еще раз слова благодарности начальника руководства УВД рассматривает его поощрение. Похитителем оказался житель Перми, мужчина 29 лет. Он сейчас задержан, идет следствие. Ни волонтерам, ни Насте, ни полицейским он так и не объяснил, зачем и почему украл девочку. Злоумышленник в настоящее время задержан. С ним проводятся следственные действия, допросы, проверки показаний на месте. Известно, что он приехал в город Оренбург на заработки в ноябре прошлого года. Работал в коммерческой организации рабочим. Не женат, детей не имеет. С Настей сейчас работают психологи. Одну ее, говорит мама девочки, она еще не скоро куда-то отпустит. Следователи проверяют, причастны задержанным к живым другим поступлением. Акануне в соцсети города обсуждали, что неизвестный мужчина на белой машине дважды нападал на девочек, пытаясь их похитить, но тогда в розыск никого не объявляли. Екатерина Пономарева, для настоящего времени.